Очень интересное произведение Карланыш. Те, кто были на этом фестивале, наверное, помнят ощущение шока от услышанного произведения. Действительно, оно было крайне необычным, выразительным средством. Вы это услышите сами. И вот в этом году, тогда произведение это исполнил взрослый коллектив, в этом году руководитель джаз-хора Марина Макарова обратилась к Дарье с просьбой произведения немножко переделать. Связано это было с тем, что джаз-хор, лауреат многочисленнейших международных конкурсов в фестивале, действительно, коллектив уникальный, не только для Сыдловской области, но в принципе для России, получил приглашение, для того, чтобы получить приглашение, нужно пройти огромный конкурсный отбор на 67-й международный конкурс в Уэльсе. Хочу сказать, что сложность этого конкурса заключается в том, что детские и взрослые хоры выступают совместно. 20 лет ни один из коллективов, включая профессиональные и взрослые коллективы, не получали приглашение на этот конкурс. Для одной из номинаций, для женской номинации, необходимо было исполнение произведения молодого, живущего в своей стране автора. И Марина Макарова выбрала «Коланиш». Хочу сказать, что результат превзошел все ожидания. Девочке привезли два золота и одно серебро. Говорят, что история не сделала, но приема за сроковый метод. Итак, прежде чем вас прозвучит «Коланиш», я позволю себе прочесть ту аннотацию, которую написала сама автор. Итак, древнее культовое место в Шотландии. 14 пятиметровых каменных гигантов. Каменное кольцо, по старинному сказанию, связано с холмами, которые находятся на острове. Эти холмы имеют вид женщины, которая лежит на спине. Местные жители называют ее не иначе, как «Мать земля» или «Спящая красавица». Ночью, когда луна восходит над холмами, окрашивая своими серебристыми сияниями северную природу, лунный свет наполняет собой мегалиты Коланиша, проходит сквозь их каменные тела и застывает в светящемся облаке в центре. По древней легенде, в это самое время луна рождается заново. Коланиш помнит множество ритуалов и обрядов, которые проходили на его территории.